Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы снимаем снова видео на проекте Amazon Replay Red Server. В этом видео я вам покажу прибыль моего бизнеса 247 в Южном. Финку я как бы нигде не показывал, поэтому я считаю, что это будет интересно. Да, я знаю, что это банально, заезжено. По сути, я эту финку никогда не показывал, поэтому кому-то это видео будет интересно, кому-то нет. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте выйти по промокод, пишите MM, получается, по той седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом. Вот так он выглядит, в принципе, за который вы получите 150 тысяч на любом сериал Мазин Холиплей. То есть, вы можете зайти там на Silver, на Green, либо еще куда-то, ввести промокод на любом сериалке и получить за это бабки. Поэтому, берите и обязательно вводите мой промокод. Дамы и господа, короче, как бы я проснулся недавно, поэтому немножко могу тупить. Это, в принципе, нормально. Сейчас мы поедем, получается, в Южный. Именно там находится мой бизнес. По GPS давайте вам покажу. Пишите GPS, потом восьмой пункт, бизнесы, 247. И вот, Family Кирилл Гейм, четвертый бизнес. Это именно мой бизнес, который находится в городе Южный. Поэтому, можете туда приезжать, закупаться. Сейчас я вам, в принципе, покажу, где он точно находится. И покажу, какие цены в этом магазине. Пока мы будем ехать, я бы хотел вам немножко рассказать об этом бизнесе. Вообще, как он у меня появился. Получается, у меня было там, сколько? По-моему, 70 миллионов, да, у меня было. И, то есть, я хотел купить вообще компанию. Но, в итоге, потом я позвучил деньги у Матвея. У Матвея Вилла. Я у него позвучил 100 миллионов. И, получается, купил себе этот бизнес. Потом я продал Rolls-Royce. Полный за 80 миллионов с аудиосистемой, с третьим чипом. Понимаю, за мной началась погодя. Отлично, просто, спасибо. Попробуем сейчас уехать, блядь, погодя. Ну, давай, попробуем. Ну, хорошо, хорошо. Давай, ралли просто. Ралли-тачка должна затащить. Если я никуда не врежусь, то мы можем от него уехать. В принципе, да. Так, полетели, полетели. Так, я слился от преседования, пацаны. Просто мастер, блядь. Просто, понимаете, легенда ралли. Сел просто за руль и улетел. Так, давайте я масочку накину быстренько, чтобы нам никто не мешал. Я просто забыл то, что у меня есть звезды. Короче, пацаны, я, получается, этот бизнес купил за 170 миллионов. За эти бабки финка, как бы, нормальная. Понятное дело, то, что не будет финки, как на Рублевке, там, либо как в Батырево, например, либо как в Ареле. Ну, типа, финка, как бы, ниже миллиона. Говорю сразу. То есть, как бы, 170 лямов, по сути, это недорого. Потому что, получается, Батырево продали 2.4 на 7. Возле лесопилки за 250 миллионов. Хотя, пацан его перед этим купил за 270, по-моему. То есть, короче, ну, там финка тоже такая себе. Но мне этот бизнес нравится, потому что он находится, понимаете, прямо напротив полицейского участка. То есть, все мусора... Ладно, не мусора. Все полицейские у меня закупаются в магазине. То есть, это реально очень круто. Да и, в принципе, цены у меня адекватные. Тем более, я когда рейс катаю, я закупаюсь у себя в магазине. Потому что очень удобно. Выехал с загрузки, купил ремки, поехал дальше. Сейчас, короче, я вам всё покажу. Мы уже, в принципе, недалеко от бизнеса. Я уже приехал в Юшку. Сейчас я вам покажу, где конкретно находится этот бизнес для тех, кто не знает. Потому что место, это, конечно, такое не очень. На самом-то деле, но это лучше, чем... Если, вот, ЦБ, допустим, там есть бизнес. Там вообще никто не закуп... Вот, примерно, вот, в этих домах, там, где там жопил, там, дальше, есть бизнес. Мне кажется, там вообще никто не закупается. Поэтому, у меня место ещё, знаете, такое неплохое. Я купил этот бизнес за 170 миллионов. То есть, своих бабок он стоит. Лично я считаю. Вы можете потом написать в комментариях, стоит ли он своих денег или нет. Потому что на Мазинге, на первом сервере, цены очень большие. А 170 миллионов, я считаю, это, в принципе, ещё нормальная цена. Потому что за него можно было попросить и больше. Ну, я по цену сказал, типа, 170 миллионов, как бы, ну, больше нема. Он такой, окей, хорошо, продал мне бизнес и всё нормально. Короче, вот этот бизнес. Вот, получается, полицейский участок. И прямо напротив него находится мой бизнес 24 на 7. Давайте я вам покажу Бусинес, в принципе. Финка за сегодня 107 тысяч. Ну, как бы, немного. Конечно, после рублёвки, честно, я, блин, отвык. От того, что у меня там финка, ну, знаете, утром 100 тысяч. Потому что, обычно, когда я заходил в такое время, на рублёвке финка уже была, там, 500 тысяч рублей. Поэтому, для меня это немножко было непривычно. После того, как я продал бизнес на рублёвке. Купил здесь. Для меня, блин, это было очень непривычно. Так, давайте я вам покажу... Ага, не-не-не, пацаны. Попозже чуть-чуть покажу. Вам прибыль. Давайте я покажу цены вообще. Какие у меня цены в бизнесе стоят. Цены у меня стоят ниже, чем обычно. Потому что скидончик сделать. То есть, ремки по 2799 рублей. Как бы, и недорого, и недёшево. Наверное, дёшево. Потому что у вас сом по 3000 ремки. А у меня ремки вот по 2799. Поэтому, всем советую закупаться именно у меня в бизнесе. Пишем команду BoostNS, потом выбираем настройки. Финансовая статистика за 30 дней. И я эту финку никому не показывал. Даже своим друзьям. Чтобы вы понимали. То есть, финку толком никто не видел. Кроме меня. Я считаю, это интересно посмотреть. Как бы, да, бизнес недорогой. Но, я думаю, мало кто знает, какая здесь финка. Короче, смотрим, пацаны. Смотрим с самого начала. Я, честно, не помню, когда я его купил. Вот, вообще просто не помню. Но, примерно, он у меня находится 2 недели. Даже, наверное, больше. Нормальный, реальный бизнес. Как бы, продукты, конечно, неудобно возить. Тем более, я сам, в основном, вожу продукты. Поэтому, ну, немножко неудобно, пацаны. Прямо с разоматься туда ездить, в южку. Но, зато, он, как бы, не очень много продуктов хабывает. Ему в день спокойно хватает 6-7 тысяч продуктов. Мы так и не разобрались с финансовой статистикой. Короче, финка здесь, получается, минимум 400 тысяч. Вот, я 300 тысяч, как бы, я продукты просто рано завез. Поэтому, финка сбилась. То есть, вот, 500, там, 600 тысяч. Бывает, реально, 800 тысяч в день, бывает, пацаны. Бывает 800 тысяч в день, как бы. И это был один раз, но оно уже сбилось, по-моему. Ну, вот, 600 тысяч. Ну, типа, минимальная финка, это 400 тысяч в день. Я считаю, это очень неплохо. Вчера, как бы, я продукты не завозил. Я завез продукты, там, в 10 часов по МСК только. Поэтому, финка в минусе. Я просто в отъезде был, немножко. Финка, получается, от 400 до 800 тысяч. То есть, за 170 миллионов, я считаю, это, в принципе, очень даже хорошо. Как бы, это неплохо и нехорошо. Хотя, наверное, больше хорошо, чем плохо. Короче, нормальный бизнес, пацаны. Мне нравится. Здесь, конечно, написано то, что это бильярд. Но, в принципе, нормально. То есть, знаете, он такой еще необычный. Ну, как бы, он необычно выглядит. Потому что, остальные 24-7, они, как бы, ну, совсем не такие. То есть, у меня, реально, такой уникальный дизайн, получается, бизнеса. Какие-то инстаграмы, или что-то, никтеймы какие-то. Да, псевдонимы у меня написаны. Короче, все, пацаны, нормально. Все под контролем. Ну, короче, бизнес вот такой вот, как бы. Бизнес мне не нужен, там, для гипер какой-то большой прибыли. Потому что у меня, как бы, есть работа дальнобойщика. Для чего, вообще, пацаны, нужен бизнес? Бизнес нужен для того, чтобы вы, когда не играли, получали пассивный доход. То есть, вы, там, недельку не поиграли. Зашли, там, ну, 2-3 миллиона сняли. То есть, это реально хорошо. Именно для этого нужен бизнес, чтобы, когда вы не играете, вам шла прибыль. Как вам объяснить? Короче, вот, допустим, там, вы уехали на неделю, чтобы вы не оставались на одном месте по развитию. У вас просто есть бизнес, который вам несет деньги. Ладно, там, там, 200-300 тысяч, неважно. Зато у вас есть доход. Это круто, когда вы не играете, и у вас капают деньги, пацаны. Это реально очень круто. Поэтому, вот именно поэтому я себе купил бизнес. Просто я хотел, вообще, там, капалью покупать. Потому что у меня не хватало денег, но все-таки я так подумал. Блин, ну, ты капаться, ей нужно постоянно заниматься. А бизнес, ты продукты зовет, все. Больше делать ничего не нужно. Ну, там, иногда еще оплачивать. Поэтому, в принципе, бизнес, это реально очень хорошая темка. Поэтому, копите побоечки, покупайте бизнесы, как бы. И будет у вас все хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.